Неизменный закон жизни. Незаменимых нет. Все меняется. Перемены ждут и правительство республики, которое накануне отправило в отставку Сергея Меликов. Процедура хоть и стандартная, но дает повод поразмыслить о том, каким перспективам могут привести возможные реформы. Чего ждать от новых лиц во власти и какими должны быть эти лица. В ходе нашего социологического опроса стало понятно. Общественности все равно, кто премьер-министр, а кто глава района. Лишь бы человек был порядочный. Начиная с низших слоев населения и заканчивая высокими постами, он должен быть более порядочным, чем нищий человек или какой-то. Выходит наоборот. Ответственный, порядочный, но и при этом, учитывая законы российские, ну и исламские. Это можно шанс ребенку дать. Взрослым людям не нужно давать шансы. Нужно с новой командой, с молодой, новой, которые хотят работать, с ней работать и решать эти вопросы, потому что люди недовольны, люди видят. Вот такие ожидания. Как было, мне кажется, никакой разницы нет. Приходят и уходят, а все остается как есть. Ничего не меняется. Представители экспертного сообщества на вопросы отвечают более детально. В частности, экономист Халил Халилов отмечает, что новость об отставке команды с Дунова им была воспринята положительно. Предыдущая команда, по его мнению, не справилась с поставленными задачами. Команда, которая не справилась, не справилась с задачами по развитию республики, экономик республики, все-таки ушла в отставку. Команда эта. Потому как, вот мы смотрим, за все это время у них не было никакой конкретной принятий программы, обозначенных целей, достигнутых результатов у этой команды. Из сфер, которыми уже давно следует заняться вплотную, он отметил земельно-имущественные отношения. Бардак с землей мешает развитию региона, отмечает эксперт. Очень радует, что новый глава республики с первых же дней своей деятельности начал эту работу. Именно на эту боль, на эту проблему он акцентировал свое внимание в вопросах земельно-имущественных отношений. Это проблема, которая мешает многим другим, особенно в части инвестиционного развития. Своим мнением о том, какие перестановки хотелось бы прежде всего увидеть в правительстве региона, с нами делится и политолог Ханжан Курбанов. Процент на 70, конечно, состав подобрался в целом неплохой, мотивированный, правильно мотивированный. Надо усиливать экологическое направление, надо усиливать туристическое, тем более, что сам Меликов сказал об этом. Нужно усиливать строительство ЖКХ. О новом в Рио председателя правительства республики Ханжан говорит как о человеке с имиджем инкогнито. Абдулпатаха Амирханова знают немногие о его навыках и способности управлять, судить рано. Новое лицо уже обозначено. Человек, который имеет опыт, работает в территориальном управлении, в федеральной организации. Честно говоря, это черная лошадка. Мы пока мало что знаем, человек и общественность мало что знает об этом человеке. Не знаю, как он себя проявит. Все прогнозы пока не имеют под собой основания, что изменится и в какую сторону покажет время, как повлияет ветер перемен на дагестанских чиновников и сферы, которые они курируют, кто сориентируется быстрее и построит ветряную мельницу, а кто выставит щит против ветра перемен. Все это зашифровано в будущих решениях, которые уже не за горами. Кадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.